Девчонки, я уже приехала из Индии. Вчера целый день валялась, вообще ничего, естественно, не снимала. И у меня сейчас такое вот настроение тюленьем. Я даже не стала ничего готовить, заказала с узбечки. Если честно, с утра хотела есть, но я уже поела яичницу и уже ничего не хочу. Вот, но все-таки пусть будет, ни сегодня, ни завтра не буду готовить. Здесь у нас хачин, это какой-то сырный там пирог. Потом у нас идет рулетик. Он что-то какой-то прям такой смешной, такой маленький. Это рулет с орехами и с сухофруктами. Сейчас как раз чай буду пить, это мне сладенькое. Тут у нас хлеб. Хлеб идет у нас к говядине, которая вот здесь. Она, походу, разлилась здесь. Да, разлилась. Это у нас тут какая-то шурпа, по-моему. И говядина, смотрите, да, разлилась. Она мне грязная все привезли. Там должна была быть говядина. Смотрите, грязь теперь. Ну ладно, что ж теперь? Пакет придется выкинуть. Вот, так что я себя обеспечила едой на несколько дней. Сегодня мне хватит и еще на завтра. Ничего не буду готовить. Решила себя побаловать, чтобы сразу не включаться в эту суету. А еще хочу вам показать те препараты, которые я сейчас начну пить. Мне немножко, когда я была в Индии, сбился вот этот график приема разных моих БАДов. Какие-то я привезла из Индии и пропью их потом, чуть позже. Потому что я даже еще не распаковала чемодан какие-то. Ну, то есть я взяла примерно на полгода себе точно этих разных БАДов. Очень сильно меня обсыпало лицо. Я не знаю, почему. Вроде бы там и еда такая была вегетарианская. Но, может быть, я слишком много ела. Как-то неконтролируемую. Не знаю, почему. У меня все лицо просто обметало угрями, какими-то воспалительными элементами. Поэтому хочу почистить немного себе кишечник. Для этого я вот алоэ вера сейчас достала, фаберличная. Потом во время еды. То есть я совмещаю несколько БАДов. Прием нескольких там аюридических препаратов БАДов. И стараюсь пить какие-то до еды, какие-то во время еды, какие-то после еды. Так вот, например, и вот этот вот препарат. Это у нас уже фаберличный. Он специально для волос. У него состав очень-очень крутой. Сейчас попробую сфокусировать. Тут и витамин С, и витамин С, и нет, не С нету. А, Д3, Е, С. Да, есть С, Б, 1. Вот группы, витамины группы В. Ну, то есть очень-очень богатый состав. Его нужно пить во время еды, потому что там витаминчики. А витамины лучше усваиваются многие во время приема пищи. А Трифл, вот, это как раз привезена она у меня из Индии. Ее нужно пить, ну, либо во время еды, либо после еды. Ну, чтобы в желудке уже была какая-то еда. То есть натощак нежелательно, как мне сказали. А я привезла таких, по-моему, 3 баночки. Соответственно, мне хватит их на 3 месяца. И в Фаберлик есть вот такие вот бальзамчики. Они безалкогольные, с черникой и хиноцеей. Так как я очень много времени провожу за компьютером, мне нужно что-то такое, витамины какие-то поддерживающие для глазок. Поэтому вот предпочитаю периодически так пропивать курсово. Конечно же, я не прозрею, зрение у меня не вернется стопроцентное. Но, по крайней мере, поддержать, да, кровообращение, чтобы сетчатка у меня там нормальная, все было. Так что вот так вот сейчас сделаю себе чаек травяной и буду пить, наслаждаться жизнью, пребыванием дома, наконец-таки. Потому что, как ни крути, где бы ты ни был, а назад тебя зовет душа. И буду смотреть какие-нибудь фильмы. Может быть, покажу, какие. Ой, всякие хачапури, пироги с сыром. Я так обожаю. Надеюсь, он очень вкусный будет. Но по-другому быть не может. Так как это все-таки узбечка, должно быть вкусно. Я вот смотрю, и сверху тоже сыр, и внутри должен быть сыр. Пальцы облизываю и уже чувствую, что просто отвал. Отвал в башке. Поэтому я хочу в Грузию. Потому что там любимая для меня еда. Это помидоры, это чеснок, сыр, баклажаны. Это все мое. Вот эти вот всякие пироги, хачапури. Это мой кайф. Вот. Ну, я, если честно, уже поела. Я есть не хочу. Оставлю все это на сегодня, на завтра. Еще раз всем привет. Я вообще, когда ехала перед Индией, у меня такая мысль закралась, что я обязательно потеряю чемодан. Я прям все меры предосторожности, какие только можно, соблюдала. Я прицепляла этикетку. Ну, вот бывает у меня такое вот чувство чего-то. Я прям сказала, боженька, не забирай у меня чемодан. Я как приеду, я обязательно переберу вещи и что-нибудь дадам другим людям. И вот, собственно говоря, я сейчас этим занимаюсь. Ну, во-первых, глажу сейчас. У меня, знаете, такое очень-очень домашнее настроение. Реально мне никуда не хочется идти. И если бы не оплата налогов там за четвертый квартал, то есть те вещи есть, которые мне нужно сделать, и для этого нужно выйти на улицу. Я бы, наверное, недели две вообще просидела бы дома. Я даже еду заказала, как вы видите, домой, чтобы лишний раз никуда не выходить. Вот, я бы с удовольствием... То есть у меня очень такое вот, очень-очень домашнее настроение. Я никуда не хочу. Вот, если бы не дела, если бы не но, то есть мне нужно решить вопрос сейчас с налогами, с декларациями. То есть вот такие вот вещи. На ноготочки я уже записалась на четверг, поменяю. А хочу вещи собрать. Я вот эту вот вещичку отдаю только что. Ну, покупала ее, заказывала в Васильке, но отдаю ее подружке своей. И вот здесь сейчас буду перебирать ряд домашних вещей. Отдам. Тут у меня платья тоже отдам, которые не ношу. Переберу. Хотя мне где другие? У меня были еще какие-то другие платья. Ну, то, что мне некуда в них, скажем так, ходить во многих из них, потому что у меня сейчас такая работа фрилансера. Большинство вещей из этих мне не нужны. Вот. Какие-то, может быть, куртки отдам. Ну, я вам покажу. Не знаю еще пока, что сама. У меня вот эта вот полочка есть. Вот. Я специально ее выделила под шмотки, которые я отдаю. Так что раз я дала обещание, такое нужно выдержать. И вчера привезли капитошечку. Я сегодня вот здесь вот спала, потому что я... Ну, благо у меня такая есть возможность. Я сама чувствую, где, в какой части комнаты мне спать. То есть я могу в спальне, могу здесь. Вот сейчас у меня душа лежит здесь спать. Могу там, то есть я перемещаюсь по квартире, у меня нет одного спального места. Мне вчера привезли капитошу. Вот я вам говорила уже, пост в Инстаграме оставляла, что вообще мне попадаются очень классные люди по жизни. И вот, скажем так, познакомилась с молодым человеком, да. И вот сейчас он как бы как друг мне, да, который вот привез мне капитошечку. Сегодня зарядку он мне должен забрать. Ну, надеюсь, заберет с... Ну, родители увезли мне зарядку здесь. Я потом вам расскажу. У меня тут приключения были в мое отсутствие. И они нечаянно увезли. То есть они приезжали сюда и увезли зарядку домой. А, естественно, она мне рабочая. То есть вот я сейчас вам поснимаю, и через какое-то время вся эта батарейка снимать я уже не смогу. Поэтому вот вынуждена. Вот такие вот дела. Кисунечка, Кисунечка вообще. С Лазу узнал меня. С Лазу лезть стал ко мне. С Лазу мяукать. С Лазу требовать внимания. То есть все хорошо. Он не забыл. У меня за те две, там, три недели, пока я отсутствовала. Он меня помнит. Да, Кисун? Без всяких безоговорочных. Он меня помнит. Много еды почему-то у него осталось. Я ему с собой собирала котонку. Серега, когда я оставляла его, он говорит, Настя, куда столько он тебя сейчас только ест? А в итоге у него осталось очень-очень много шебы. Тут как бы не 15 пачек. Я не знаю, чем он его там кормил. Но я тут покупала 20 с чем-то. Смотрю, очень много осталось пачек. А Феликс еще одна упаковка. Вторая там я вскрыла осталась. И тут у нас бурина ванн. Вот. Так что у нас есть еще запасы. Можно было бы вообще из дома не выходить. Короче, я приходила к маникюршам, к маникюршам, к мастерам. И нечаянно, не знаю какой этаж, попала в 1 этаж. И когда открылась дверь, если честно, я была в шоке. Смотрите, какой творческий погон. Какая-то сказка. Мне такое ощущение, что я попала в сказку. То есть я не знала, какой этаж, не помнила. И просто чисто по наитию нажала кнопку. Я не помню, какой даже. Шестой, шестой этаж, смотрите. Какой-то просто рай невероятный. Здесь тут зимний садик. Какие-то живые творческие люди. Это дверь. Причем две стеклянные. Либо стекло, либо пластик. Просто какая-то сказка. Девочки, я в очередной раз делала ногти. Наконец-то приехала. Я выделила на это время. Впервые сделала френч себе. Но он такой не совсем классический. Добавила сюда еще на один ноготок голографику. Фольгу из голографики. И второй ноготь у меня. Только уже мизинец. Тоже дело по фотографии. Но почти по фотографии из интернета. А, вот здесь вот голографика у меня. На этом ногте. А здесь у меня обычная фольга. Ну, как-то так. Пока с этим похожа. Ни разу не делала френч. Но вообще гель-лак я второй раз делаю. Я купила вкусняшки к мастеру. Что-то мне захотелось так ее порадовать. Как-то неожиданно, приятно. Купила себе что-то в яблоньке. Ну, два пирожных одинаковых. Которые я там съела. Одно ей оставила, естественно. А потом покушает, когда у меня будет на это время. А это я взяла себе творожное. Там какие-то новинки у яблоньки. Яблонька немножко испортилась. Спасибо большое за пирожное. Очень вкусное. Написала у меня сейчас Аня. Я купила еще там творожное с маком. Это какая-то их новинка. И в честь поста они сделали банановый, пирог банановый с фруктовой начинкой. Сейчас я еду домой. Это первый мой выезд в город из дома. Выход из дома впервые с момента моего приезда из Индии. Так что с почином меня завтра еще тоже какие-то дела есть. Потому что я хотела воплотить курс по кундалини-йоге. Но, видно, не судьба, а заехала я. А НВК-банк Western Union не принимает, не работает по Western Union. Я завтра... Я сегодня посмотрю, какие банки работают. Может быть, помимо банков связной, какие-то другие точки есть работающие с Western Union. И переведу. Может быть, это даже и к лучшему. Может быть, там курс даже получше будет в других местах. Вот. Так что часть дела я сделала. Время уже 5. Сидела у нее 3 часа. Можете себе представить, 3 часа мастер делает работу. Понравилось ли мне? Не знаю, мне не с чем сравнить. Все-таки, мне кажется, French это настолько ювелирная работа, очень серьезная. И не всем она под силу и подвластна. Потому что это нужно очень аккуратно делать. Естественно, я вижу на каких-то ногтях небольшие косячки, какие-то неровности. Но так вот присматриваться никто не будет. Я присматриваюсь, я их вижу. Вот. То есть идеально можно сделать, мне кажется, только по трафарету, либо набив руку мастеру долгие годы, если она будет делать. French набьет руку, и у нее потом впоследствии будет получаться более идеально. Ну, как-то так. Все, поеду я домой. Нужно заехать в какой-нибудь хлебный магазин. У меня там хлеб закончился. Все, буду отдыхать. Либо работать. У меня еще много видеоматериала, от снятого в Индии. Вот, девчонки, посмотрите, такой маникюр я сделала. Обычный French немножечко выделил один ноготь на левой руке, чтобы хоть унести какое-то разнообразие. И мизинчик выделила на этой руке. Здесь голографический, у меня на той и обычный. Вот. Такая красота. На моих руках. Блин, я так безумно довольна, что открыла для себя гель-лак. Пока планирую делать его постоянно.